Ассаляму алейкум, брат, не в курсе, почему Кадыров убрал парня, имя не помню, но слышал, что называли мамак. Здоровый такой, Стайсоном он еще фоткался. Да, это была такая нашумевшая история, по-моему, 2009 год это был. Томсо, я на 95% уверен, что если бы не Россия, вы как погрязли в болото в 90-х, так и не вылезли из него до сих пор. И ваша Чкерия была бы какой-нибудь Афганистан, где теракты, наркота и междуусобные войны. Ассаляму алейкум, Томсо, если бы Кадыров приехал в Швецию и встретился бы с ним. Алейкум ассалям, ну как Джохар сказал, желание такого не имею, а необходимость есть. Хотя, честно говоря, я и желание даже такое имею. Можете рассказать, как получить политубежище в Швеции? Наверное, да, могу рассказать, но не как получить, а просто могу рассказать, как это работает, как подаются заявления, как происходит процесс интервью и так далее. Но как получить, я не могу рассказать, куда я знаю, как получить. Я сам с огромным трудом получил это убежище. Ассаляму алейкум, Томсо, как-то раз Рамзан увидел в тюрьме своего кореша, который сказал, это был большой заказ. Не знаю, как его зовут, где он сейчас, ты говорил, что он похищает людей ради результата. Алейкум ассалям, у меня здесь, на моем основном канале есть ролик, он называется Кадыров встретил в тюрьме друга, что-то, по-моему, как это так. Короче, Кадыров встретил в тюрьме друга. Напиши, ты его найдешь, там я имя и всю его биографию, и все. Обо всем рассказываю. Ассаляму алейкум, Томсо. Томсо, почему Илья Яши называет чеченских бойцов за свободу сепаратистами, а Шамиля Абасаева отмороженным террористом? Алейкум ассалям. Ну, это уже взгляд на эту войну, на наше противостояние. Вообще слово сепаратист, то есть это тот человек или та группа, да, сепаратисты, которые хотят свободы. Я вообще не считаю это как бы оскорблением, для меня это вот комплимент. То есть сепаратист для меня это комплиментарное такое высказывание. В этом я не вижу проблем. Что касается того, что нас там называют террористами, бандформированиями, незаконными вооруженными формированиями, ну, разумеется, это наши враги именно так нас и будут называть. И то, что на эту ситуацию Яшин, допустим, смотрит с такой точки зрения, что мне неприятно, я это не приемлю, но я это могу понять и как бы вести диалог, учитывая, да, эти моменты. То есть это уже как бы такая политика, это дипломатия. Требовать, да, говорить, что нет, вы давайте сначала признавайте нас хорошими ребятами, а потом, ну, друзья, тогда никакой дипломатии не будет. Я вам напомню, что когда заключался мирный договор с Россией, между Россией и Ичкерией в 1997 году, на тот момент Россия официально называла Васаева террористом, рейд на Буденовской версии в Буденовской называли террактом, но это ведь не помешало нам заключить мирный договор. Поэтому, да, мы, конечно же, с этим не согласны, мы будем это оспаривать, но это не должно быть препятствием тому, чтобы иметь диалог. Диалог, в любом случае, надо иметь. Саламу алейкум, Томсо. Если бы Кадыров приехал в Швецию и встретился бы с ним, ваалейкум ассалам, ну, как Джохар сказал, желание такого не имею, а необходимость есть. Хотя, честно говоря, я и желание даже такое имею. Да, я бы, наверное, с удовольствием пришел на какую-нибудь пресс-конференцию, организованную Кадыровым, поприсутствовал бы там, может быть, задал бы какие-то вопросы, может, просто поприсутствовал бы. Саламу алейкум, Томсо. Если бы Кадырова свергли, и ему требовалось политическое убежище в Швеции, ты бы ему помог? Ваалейкум ассалам. Ну, конечно бы помог. Конечно. Не только в Шве. Я бы ему в любом месте помог. Он может на меня рассчитывать. Саламу алейкум, Томсо. Какая позиция у Ичкерии насчет лизгина Азербайджана? Ваалейкум ассалам. Брат, я не могу давать ответы за позицию Ичкерии, как государство. Я все-таки не государственный деятель. Я тебе скажу за себя и за многих наших братьев, которые имеют такие же убеждения, что мы поддерживаем наших братьев-лизгинов в их стремлении к освобождению от оккупации. Но не так, чтобы часть земель Азербайджана переходила в ведение России. А так, что если наши братья-лизгины хотят именно своего суверенитета в рамках своих земель, которые сегодня оккупированы и Россией, и Азербайджаном, то здесь мы, конечно же, поддерживаем, понимаем, что это наша общая кавказская борьба за освобождение всего Кавказа. Мы всегда боролись за свободу Кавказа. Никогда никто отдельно за какие-то свои отдельные республики и так далее не боролся. Всегда мы боролись за Кавказ. И это остается нашей идеей, нашим стремлением. И, иншаллах, Кавказ будет свободным. Мы будем в рамках независимых, союза независимых государств. Мы будем жить свободно и будем успешными, развитыми государствами. Томсо, а что тебе нравится в Швеции? Приятная для жизни страна. Да, очень приятная, комфортная страна. Ну, сейчас что конкретно нравится, перечислять, наверное, это будет долго. Многое нравится. Даже климат, который меня поначалу напрягал, казалось, что вот тут холодная такая страна. Мне очень нравится здесь климат, потому что лето, оно прям такое приятное. Никакой жары, прохлада. Летом ты выходишь, сверху надеваешь, будто куртку. Ну, это прям очень комфортно. Особенно для нас, для людей из Кавказа, у которых лето, это очень тяжелое время года. Духота, жара. Здесь оно, конечно, очень комфортное. Зима прям как в сказке, такая красивая. Как вот из детских каких-то мультиков. Такая снежная, белая. Все деревья такие в снегу. В общем, много позитивных моментов. Есть какие-то вещи, которые для нас непривычные. Есть те, которые сложные. В общем, в этой стране жить комфортно. То есть, в целом, давать оценку туда комфортно. Саламу алейкум. Илья Яшин может стать новым лидером российской оппозиции вместо Навального? И второй вопрос. Возможно ли война между Россией и Азербайджаном, если Россия захочет остаться в Карабахе? Алейкум асалам. Я не знаю насчет возможности войны. Друзья, не задавайте мне такие вопросы. Я не аналитик, не политолог, чтобы давать такие ответы. Я могу только в общем, в общей чертах сказать. Возможно ли война России с Австралией? Возможно. Все возможно в этом мире. Почему бы и нет? Каких-то там предпосылок сейчас к этому, чтобы сейчас расклад сделать, сказать вот это вот идет там к войне. Вот этого я сделать не могу. Так что в теории все возможно. Но будет ли, поживем, увидим сначала. Что касается Яшина, может ли он? Ну, опять-таки, я не знаю, может он или нет. Яшин и так является самостоятельным политиком. Давно уже занимается политикой. Я позиционер, видный в России. А по поводу занять место Навального, там, ну, не знаю. Я бы не хотел давать такие прогнозы. Асаламу алейкум асаламу. Почему в ЧАЭР ситуация с культурой и языком намного лучше, чем в том же Татарстане, Башкортостане и так далее? Для нас это живая трепещущая тема. Алейкум асалам. Мне сложно судить, какая там ситуация в Башкортостане и Татарстане. Если вы думаете, что у нас хорошая ситуация с языком, вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что у нас культура и там все хорошо, вы тоже очень сильно ошибаетесь. Потому что кадыровская культура, именно так мы ее называем, это то, что сейчас вы там видите, это не чеченская культура. Да, чеченцы, наверное, в большей степени сохранили какие-то свои обычаи и традиции за счет того, что мы все-таки такое консервативное общество. Мы пережили очень серьезные, судьбоносные, трагические события, высылка, войны. Это все как-никак, конечно, это нас уничтожает, это очень сильно нас бьет по нам, но в то же время это способствует какому-то нашему единению, консолидации, сохранению этих обычаев. Мы прошли через ссылку благодаря вот этим нашим суровым таким традициям, обычаям. Мы держались вместе, это нас укрепило в какой-то степени. В общем, много таких факторов. А вот судить о том, каково положение языка и культуры в этих республиках Татарстана, Большой Катарстан, это надо быть знакомым с этими регионами, хотя бы как-то пожить там какое-то время. Я только проездом был однажды в 2015 году в Татарстане и в Башкортостане, поэтому я не знаю. В том, что я на 95% уверен, что если бы не Россия, вы как погрязли в болото в 90-х, так и не вылезли из него до сих пор. И ваша чекерия была бы какой-нибудь Афганистан, где теракты, наркота и междуусобные войны. Я бы с тобой согласился, сказал бы, все возможно, в принципе, мы действительно могли бы как бы повязнуть, у нас могло быть все плохо, но в то же время могло быть и хорошо. Но когда ты сказал, если бы не Россия, такое ощущение, как будто Россия куда-то выбралась, как будто она из 90-х к какому-то светлому будущему пришла. Если ты считаешь, что по сравнению с тем, что было в 90-х сейчас в России, типа, кул, это круто, ну, я тебе сочувствую. По-моему, россиянин, любой здравомыслящий, сегодня с удовольствием вернулся в 90-е. Там, где была свобода, где люди сами могли что-то в своих судьбах решать, где можно было свободно высказывать свое мнение. Если вы считаете, что сегодняшняя диктатура, которая в России, это, типа, светлое будущее, я вам сочувствую. Ас-саляму алейкум, брат, не в курсе, почему Кадыров убрал парня, имя не помню, но слышал, что называли Мамак. Здоровый такой, с Тайсоном он еще фоткался. Алейкум ас-саляму алейкум. Да, это была такая нашумевшая история, по-моему, 2009 год это был. Этот человек, которого называли Мамак, я тоже не знаю, как его настоящее имя, он был с Аргуна, и был еще один, тоже аргунский, его называли Эби, называли как-то по-другому. Они были на тот момент очень такими известными фигурами в Кадыровской Чечне. Мамак был его личным охранником, постоянно рядом с ним ходил, а этот второй Эби, он был там начальником какого-то отряда, полка, чего-то в Аргуне. И были на хорошем счету, были приближены. Но в какой-то момент оказалось, что они готовили свержение Кадырова, причем путем его устранения. По крайней мере, их в этом обвинили. Я, конечно, не знаю, правда это или нет. Их в этом обвинили, но я склонен думать, что, возможно, да, действительно, это имело место быть. И их тогда очень жестоко убили. Ходили тогда фотографии. Я даже не буду сейчас это описывать. В общем, их устранил. На тот момент был президентом Медведев. Я помню, шумиха вообще очень серьезная была по этой теме. А Медведев до того, как это все произошло, он прилетал в Чечню. По всей видимости, там в Кремле тоже напряглись этой историей, так как когда он прилетал, эти люди тоже находились рядом. Соответственно, они могли президенту России и нанести какой-то вред. То есть, понимаете, это все анализируется. В общем, шумиха была очень серьезная. В итоге этих людей просто как будто бы их и не было. Знаете, они, представьте, это такие как бы значимые фигуры в окружении Кадырова. И в какой-то момент их просто раз и нет. Все. И никто не комментирует, не говорит, что с ними случилось. Они погибли в ДТП. Кто-то там не проснулся от передозировки наркотиков, умер. Ничего подобного. Просто вот, просто этих людей забыли. Их больше нет. Вот так вот их убили. Субтитры сделал DimaTorzok